ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где я его доставала? А уж кто мне помогал, ни за что не отгадаешь. Обидно, что Кораблёв до медали не дотянул. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего особенного. Торт как торт. У меня лучше получается иногда. Дорогие друзья, всем привет! Вот, наконец-то, у меня руки дошли до торта птичье молоко. Легенда Советского Союза, которую мы сегодня с вами сможем приготовить дома. Готовим торт. Дома его готовить не так-то сложно, как вам может показаться, друзья. Для приготовления торта птичье молоко нам потребуется желирующее вещество агар-агар. Агар-агар вполне можно заменить на обычный желатин. Желатина потребуется в два раза больше. Водичка какая-нибудь хорошенькая, 150 миллилитров. Масло сливочное в общей сложности нам надо 200 грамм и где-то 120 грамм. 450 грамм сахара еще нам надо. Соточка в коржике, 350 в суфлешку. 4 яйца нам надо. Ванильный сахар, лимонная кислота или сок лимона. Сгущёночка. А для глазури нам потребуется где-то 80 грамм темного шоколада и грамм 50-60 сливочного масла. Ну что ж, давайте запустим механизм превращения этих замечательных продуктов в обалденный торт птичье молоко. Погнали! В первую очередь замачиваем полторы чайные ложки порошка агар-агара в 150 миллилитрах воды. Оставляем его разбухать где-то на полчаса, даже можно на часик. А в это время готовим коржики. Взбиваем масло с сахаром. А масло у нас 100 грамм и чё, и сахар у нас тоже 100 грамм. Соточка на соточка дает 200-очку. Добавляем яйца. И продолжаем всё вымешивать, друзья. Туда же забрасываем чайную ложечку ванильного сахара. Добавляем муку и перемешиваем это всё до образования достаточно мягкого теста. Добавляем ещё пол чайной ложки разрыхлителя и перемешаем. Духовку разогреваем до 200-220 градусов. Для выпечки коржей удобнее всего пользоваться вот такими разъёмными формами. Дно разъёмной формы застилаем пергаментной бумагой и размазываем по нему половину нашего теста. Отправляем в духовочку первый корж примерно на 8 минут. Суфле. Сделать суфле, по идее, это самый сложный этап приготовления торта птичье молоко. Но у нас с вами всё спорится в руках и всё получается, правильно? Поэтому мы с вами готовы сделать суфле. Водичку с замоченным агаром доводим до кипения и на среднем огне варим примерно 1 минуту. Засыпаем сахар и помешиваем, пока он полностью не растворится. Вообще, по идее, сейчас нам нужен термометр, чтобы замерить температуру получившегося сиропа. Но мы люди простые, термометра у нас нет, поэтому мы будем ориентироваться на образование пены. В общем, мы варим сахарный сироп до тех пор, пока не пойдёт такая пена. И не получится у нас своего рода сиропный капучино. Снимаем сироп с огня и пусть он остывает. Взбиваем два белка. Добавляем где-то четверть чайной ложки лимонной кислоты и ещё немного взбиваем. У нас должна получиться плотная пена. Добавляем под остывший сироп с агаром яичные белки. Продолжая взбивать, мы увидим, как масса у нас растёт в размерах. Вот когда она у нас максимально увеличилась, ставим на низкую скорость и добавляем к нашей смеси сливочное масло со сгущёнкой. И на низкой скорости всё перемешиваем. Теперь в той же самой форме, в которой мы делали коржики, мы соберём с вами торт. На дно формы кладём первый корж. Заливаем половиной суфле. Кладём второй корж и выливаем оставшееся суфле. Сверху всё это дело разравниваем. В принципе, торт почти готов. Осталось только сделать глазурь и покрыть ей наш торт. Мы это будем делать на застывшем торте, поэтому на часик-два надо убрать его в холодильник, чтобы агар начал действовать и закрепил наш торт. Глазурь сделать очень просто. Нам надо растопить на водяной бане наш шоколад. Добавить к нему грамм 50-60 сливочного масла и всё перемешать до однородной консистенции. И покрыть аккуратненько торт. Вот и всё. Торт птичье молоко в домашних условиях у нас готов. Конечно же, нельзя забывать подписываться на мой канал, если вы ещё не сделали, комментировать видео, ставить лайки и вступать в группу ВКонтакте. Приятного вам чаепития и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok